Всем привет, с вами Маша, и сегодня я хочу представить вам топ 5 лучших атомайзеров уходящего 2016 года. Сегодня я не буду разделять атомайзеры на дрипки и баки, на обслугу и необслуга, а просто расскажу, какие из атомайзеров в этом году понравились мне больше всего. И да, это сугубо мое личное мнение, поэтому если вы со мной не согласны или согласны не полностью, то в комментариях под этим видео напишите, какой из атомайзеров в этом году понравился вам больше всего. Ну а мы в нашей группе ВКонтакте проведем всеобщее голосование, где определим народного любимчика. А сейчас я хочу предложить вам линейку жидкостей зоопар. Линейка состоит из пяти вкусов, и если вы не знаете с какого начать, то советую начать с Дон КТ. Купить эти жидкости вы можете в магазине Папироска РФ, ну а ссылку я оставлю в описании. Ну а пока начинаем! Пятое место по праву заслужил Цунами 24 мм от компании GeekVape. Это обслуживаемый атомайзер, который за этот год претерпел, может, не самые значительные, но все же изменения. Главной его фишкой является то, что он обладает нижним обдувом, а соответственно чумовой вкусопередачей. В данный атомайзер пользователь без проблем сможет установить любые по сложности спирали, благодаря удобным велосистистойкам. Тем самым дополнительно улучшу вкусопередачи и возможности навала. Четвертое место у нас занимает Гриффин от компании GeekVape. Это устройство во всех своих разновидностях покорило многих. Гриффин с дополнительным верхним обдувом, Гриффин с нижним обдувом, Гриффина на 22 и на 25 мм. Гриффины хороши как по вкусу, так и по навалу. И все это благодаря тому, что можно установить жирную намотку на базе. Что, по сути, до Гриффина было почти нереально. И только после выхода Гриффина на широкий рынок многие производители стали увеличивать базу. Что дало нам возможность поэкспериментировать с намотками. Далее третье место в нашем топе занимает самый крутой танк с необслужкой, а именно ТФВ-8. По сравнению с прошлыми версиями, отверстия нижнего обдува увеличились в разы. А также значительно увеличился диаметр внутреннего воздуховода. Что в совокупности позволило выдувать еще больше облака пара. Ну и конечно стоит отметить новые испарители серии В-8. Которые рассчитаны на моды мощностью больше 100 ватт. Эти испарители настолько особомные, что могут дать фору крутым собственноручно сделанным намоткам. И заткнуть их за пояс своими показателями пара и вкуса. Да, вкусопередача у ТФВ-8 просто потрясающая. Прежде чем переходить ко второму месту, я хочу отметить еще один атомайзер, которому, к сожалению, не нашлось места в нашем топе. А именно Гир РДА. Этот атомайзер покорил меня своим нестандартным конструктивом, заключающимся в необычной системе обдува. При этом атомайзер обладает действительно брутальным дизайном, который дополнительно подчеркивается его диаметром. В изначальном варианте 25 миллиметров. Переходим ко второму месту. И на нем у меня расположился Goblin V3 Mini. Это баг, полностью избавленный от ошибок прошлых версий, но при этом не утративший своего очарования. Все те же компактные размеры, но при этом удобная верхняя заправка. Две базы в комплекте с более удобными стойками, позволяют устанавливать одну или две спирали. А благодаря появившемуся контролю подачи жидкости, теперь вы сможете дольше парить его без перерывов на заправке. Благодаря размерам, баг отлично смотрится в связке с компактными бокс-модами, например, с Pico или RX 75 Вт. И при этом показатели вкуса будут ничуть не меньше, чем у атомайзеров на 25 миллиметров. Ну а первое место у нас занимает РДТ Атомайзер. Возможно, я бы и поставила на первое место гиквейп авокадо, благодаря которому мы все полюбили дрипобаки за их удобство и потрясающие показатели вкуса. Но гиквейпа в моем топе и так слишком много, поэтому я лучше просто расскажу о гиквейп авокадо и после озвучу победителя. Собственно, после популярной первой версии авокадо, компания выпустила на рынок обновленную версию авокадо на 24 миллиметра. А в конце этого года на рынке вышел авокадо Bottom Airflow на 24 миллиметра. Что мне понравилось в авокадо последней версии больше всего? Во-первых, база была доработана и стала более простой в обслуживании. Ну а во-вторых, обдув. Обдув стал нижним, что очень сильно улучшило вкусопередачу по сравнению с предыдущими версиями, да и в целом по сравнению с конкурентами, выпускающими РДТ Атомайзера. Все эти плюсы позволили гиквейп авокадо быть почетным членом нашего топа. Но все же первое место у нас занимает... Та-да-да-дам! iJoy RDTA Combo. Огромное количество баз, которые можно докупить отдельно. Возможность использования сменных испарителей. Удобство в обслуживании и в использовании. Надежность и хорошая вкусопередача. Не знаю даже, что можно еще добавить. Но это определенно почетное первое место. Вот такой он мой топ лучших атомайзеров за 2016 год. И напоминаю, что если вы со мной не согласны, то в комментариях под этим видео напишите, какой из атомайзеров понравился вам больше всего. Ну а мы в нашей группе ВКонтакте проведем всеобщее голосование, где определим народного любимчика. Также напоминаю, что вы можете поучаствовать в нашем новогоднем розыгрыше призов. И на этом я прощаюсь с вами. До новых видео!